Художественная галерея участвует во всероссийской акции «Ночь кино» уже в пятый раз. В этом году акции расширят свои границы. Кинопоказы пройдут в 14 странах, включая Китай, Бразилию, Индию и Египет. Оператором акции впервые станет «Роскино». Все фильмы – лидеры российского кинопроката последнего года. По традиции «Ночь кино» приурочена к дню российского кино, который отмечается 27 августа. Так вот, в субботу, 24-го, мы стартуем в 15.00 при любой погоде, в уюте, теплее. Здесь, в художественной галереи, мы покажем три фильма. Первым фильмом будет «По щучьему велению». Это детское семейное кино по мотивам знаменитой сказки про щуку и Емелю. Фильм вышел в прокат в 2023 году для лиц старше 6 лет. В 17.10 мы показываем второй фильм участника «Ночи кино», и им стал «Сто лет тому вперед». Фильм, который снят по знаменитому произведению Кира Булычева и Алиса Селезнева. «Сто лет тому вперед» рекомендован для лиц старше 6 лет. Завершится «Ночи кино» фильмом про Великую Отечественную войну. «Воздух» вышел на российские экраны в январе этого года. Он рассказывает о подвиге девушек-летчиц. Возрастное ограничение 16+. Такой приятный бонус, что всегда на «Ночи кино» вход для наших зрителей совершенно бесплатный. Никакой записи не будет по традиции прошлых лет, потому что невозможно никак это, скажем так, скоординировать. И в рамках живой очереди будут заполняться залы. Для тех, кто хочет посмотреть кино под открытым небом, акция «Ночь в кино» пройдет в парке имени Зернова. 24 августа на танцевальной площадке будут показаны кинофильмы «По щучьему велению» и «Сто лет тому вперед». Начало в 20.00. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Кирилл Новикевич, Служба новостей, СРОВ-24.